Здравствуйте! Счастливые обладатели продукции компании ЦЕСТО, а также те, кто не безразличен к собственному здоровью. С вами Ольга Волкова. Сегодня у нас занятие номер один. Мы будем учиться жарить куриную грудку. Если вчера вы только получили свою первую сковороду, то сегодня это видео для вас. Жарка куриной грудки – это азбука. Если вы научитесь это делать, все остальное вы сможете приготовить по аналогии. Что там у вас вчера было в поставке? Сотейник, сковорода, квадро. Давайте пожарим в сковороде. Сковорода должна быть разогрета до эффекта жемчужины. Выбирайте средний огонь, средние комфорки. Если посуда у вас большая, большого диаметра сковорода, то это может быть и большая вовкомфорка. Старайтесь не перегревать. Здесь правило номер один. Не отходите в это время далеко от посуды. И периодически проверяйте, есть этот эффект жемчужины или нет. Что же это за волшебный эффект жемчужины, скажете вы? Мы будем вырезать водичкой на поверхность сковороды. И если она у нас разлетается с эффектом жемчужины, значит готова. Конечно же еще рано. Вода будет шипеть и испаряться. Чуть-чуть терпения. Я подготовила куриное филе. Мы научимся его жарить. Но для чего его можно использовать? Рекомендую для салата олифе, для бутербродов, для лавашей, для приготовления пиццы, если вы ее любите и готовите. Ну что ж, проверим еще раз. Где-то у нас этот самый эффект жемчужины. Ого! Еще какой! Прекрасно! Значит посуда готова для жарки. Прижимаем куриную грудь к поверхности сковороды плотненько. Для чего? Для того, чтобы площадь соприкосновения была максимальной. Что у нас сейчас произойдет? Мы запечатаем куриное филе пока с одной стороны. Не соли. Не используйте никакие маринады. Бывают случаи, когда начинают жарить куриное филе и по традиции своей там давней, начинают его вначале мариновать. Как же потом маринад горит на сковороде? О-о-о! Не делайте этого. Если уж вам так хочется, готовить это каким-то соусом, либо еще какими-то компонентами, переверните и вот тогда начинайте лить сверху все, что захотите. Сыпать, лить, выкладывать слоями. Но ни в коем случае не делайте это до того, как вы поместите куриное филе на поверхность сковороды. Огонь я не уменьшаю. Пусть остается как есть. Хороший огонь, маленький комфортий. Или средний огонь, средний комфортий. Или небольшой огонь, большой комфортий. Давайте посмотрим. Если куриное филе с легкостью отделяется от поверхности сковороды, значит можно переворачивать. Если это удается с трудом, чуть-чуть терпения. У меня с легкостью уже переворачивается, с легкостью отделяется. Ну взгляните, ну какая красивая румяная корочка. Ну просто загляденье. Мы могли бы добиться такой румяной корочки только с использованием масла. Если бы не шла, не опасный рецептор. Перевернули. Почтите, мясо не потеряет треть своего объема, как в обычной традиционной жарке с использованием масла. Возвращаем на источник огня. Прижимаем. Ну в этот момент вы можете заняться украшательством. Вы можете добавить туда порезанные грибы, например шампиньоны, натертую морковь, порезанный лук. Добавить туда всевозможные соусы, маринады. Вот именно в этот момент. Мясо еще не готово. Если вы хотите получить более тушеное филе курицы, тогда закрывайте крышкой. Если вам нужен жареный кусочек филе, тогда крышечку держим в сторонке. Румянится, румянится с обратной стороны. Итак, куриное филе обжарим с обеих сторон. С обеих сторон у нас красивая румяная корочка. Украшательством мы сегодня не занимаемся, поэтому уж как есть. Сегодня у нас первое занятие. Закрываем крышкой. И важный момент. Сейчас или через минутку я отключаю источник огня. И нам нужно дать посуде поработать. Если мы прямо сейчас разрежем куриное филе, конечно же у нас серединка будет сыровата. Но благодаря трехслойному термоаккумулирующему дну посуда набрала в себя огромное количество энергии. И сейчас после отключения источника огня она продолжает работать. Русская печь. Вот сейчас немножко терпения. И через 5-10 минут точно уже все будет готово. Удачи вам! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...